Некачественные продукты общественного питания по сомнительным тендерам, двойная бухгалтерия, приемы на работу мертвых душ, Карагандинская область в тройке лидеров по числу осужденных за коррупцию в сфере образования. Сегодня в Караганде обсуждали, как устраняют обстоятельства, способствующие нарушению закона в школах региона. Марина Золотарева расскажет подробности. Глава областного департамента национального бюро по противодействию коррупции призвал работников образования устранять обстоятельства, которые способствуют нарушению закона. Денис Шакенов раскритиковал школьные традиции хорошо встречать проверяющих ЕНТ, накрывать им столы. Приезжает комиссия, до последнего никто не знает, кто приезжает, но вместе с тем сборы, подготовки осуществляются задолго до того, как они приезжают. И все это делается для того, чтобы создать какое-то мнимое восприятие у всех, что гонка за показателями, что у нас хороший процент сдачи ЕНТ. Махинации в госзакупках директора школ Тимиртау ввели в систему. Бухгалтер районного отдела образования вымогал взятку у бизнесмена. Руководитель учебного заведения требовал от молодых учителей МСДУ за покровительство. Антикоррупционная служба подготовила целый доклад о правонарушениях работников образования. Уже несколько лет сфера образования лидирует по коррупционным нарушениям, взятки, хищения. Есть факты, когда принимали на работу людей, пользуясь своими должностными полномочиями. За последние три года областной департамент Национального бюро по противодействию коррупции зарегистрировал порядка 40 коррупционных правонарушений в сфере образования. Лидируют взятки. На втором месте идут хищения. Сумма установленного ущерба по фактам хищения составила почти 10 миллионов тенге. Марина Золотарёва, Осета Саинов, Карганда, Хабар, 24.